В параде принимают участие представители исполнительных органов государственной власти. Фестиваль ГТО открывает парад участников. Этим людям еще только предстоит сдать нормативы комплекса. В него входит бег на короткие и средние дистанции, подтягивания, отжимания, прыжки в длину, стрельба из пневматической винтовки. Каждый старается приложить максимум усилий и показать свой лучший результат. Я самой школой занимаюсь, чтобы развить себя, поднять дух, чтобы было настроение. Среди тех, кто сдает нормативы, не только студенты, но и взрослые. Значок ГТО – это, конечно, гордость для каждого. А вот тем, у кого сдача нормативов позади, вручены значки ГТО. Восемь ребят из разных районов получили бронзу, семь серебро и трое из Костромы, Калагрева и Павина. Золотой значок готов к труду и обороне. Сейчас уже присоединилось больше 50 субъектов Российской Федерации. Сейчас я вижу, что по-настоящему народ увлекся. И даже взрослые, вспоминая свое детство, и бабушки, и даже не только бабушки, но и родители, говорят, что да, я вот помню, какое-то позитивное отношение все-таки осталось, и мы хотим, чтобы наши дети что же сдавали. Вот это важно. Этот значок я получил, когда мне было 10 лет. Вот смотрите, спортсмены бегут в эту сторону, в ту сторону. А на этом значке бегут уже обратно. То есть очень приятно, что вернулось ГТО, вернулось здоровье нации. Алена Тихонова, Максим Ярулин, телекомпания «Русь», Костромской район.